Ой, мы сегодня с тобой про СК2TV поговорим, про самые первые трансляции, наверное, твои. Усталый взгляд. Я поел просто только что. А, и устал. Поел и устал. В достоином виде нас повар кормил. Я видел, проходил. Немножко позавидовал. Чем ты занимался на стенде? Сначала готовил всякие штуки вместе с поваром. На самом деле, я просто отрезал от лимонов ненужные части. Резал яйца пополам, выдавливал лимоны. Потом я поиграл в WoW. Без удовольствия, судя по правилам твоей. Ну, потому что я и толком не играл, я просто общался. А потом я играл в FIFU с Вудушем там. А потом мы сейчас ели с ним. Наконец-то поели. Хорошо у тебя голос резонирует. Ты не думал петь на чай? У тебя резонаторы хорошо работают. Да, я приму сведения. Тыкалка хорошая. Ты не пел вообще? Ну, профессионально нет. То есть караоке-бары максимум, да? Типа лоды. Ну, это может быть интересно, потому что… Ну, караоке редко, только, понимаешь… Караоке редко получается попеть, потому что, чтобы петь в караоке, нужно поймать вот нужную кондицию. А ты, как правило, либо очень до нее не доходишь, либо очень резко через нее перепрышиваешься. Там даже есть теория. Смотри, в караоке интересно смотреть двух чуваков. Это которые вообще не умеют ничего не делать на всех веселит. И чуваки, которые приходят полупро-про, которые показывают как надо. Которые руинят день вечера. А вот мид как раз, вот это никому не нужно. Там ни то, ни сё получается. Так что, если совсем все плохо, в караоке тоже весь… Я был просто не по своей воле там разок слушателем. Не, я не разок. Это водилось так, что все не хорошо. Вот. Ладно, давай поговорим о… Сейчас твич будем писать. Нормально же? Да, пожалуйста. А что там с правилами опять? То можно, то нельзя. Как можно называть такой вопрос, чтобы спокойно стримить на твиче? Мне не нужно, друг, справь. Если ты задаешься вопросом, оскорбит ли это кого-то, то лучше не надо. То есть ты говоришь, это ты нубас. А нубас оскорбился. Я все-таки осуждаю, осуждаю, осуждаю. Ну… Ну, блин, ну вообще, конечно, лучше, конечно, позиция «Мир душ по жвачке» и вот это всё. Ну, за нубас и не обидится. Правил нет. Правил нет. То есть четких правил нет, да? Нет. Но все, насколько я понимаю… А, не будет? Потому что много разных нюансов… Как мне объясняли, потому что если их напишут, то найдут способы их сразу обходить. Да. В этом есть резон, кстати, да. В этом есть резон. Ты не скучаешь по старым ламповым временам, когда комьюнити было не такое обширное, но зато гораздо более ламповое, потому как это зарождалось на том же самой СК-2ТВ? Не, ну, конечно, скучаю, но хотел ли бы я туда вернуться… Ну, ненадолго. Ну, ненадолго, ну, да. Да, но ненадолго, да. А почему ты скучаешь? Почему конкретно? Вот когда Рутани был не такой токсичный, например. Он подкачался, ты видел? Он опасный стал. А, нет, все-все-все, я просто… Так, ну, продолжай, продолжай. Почему ты скучаешь? Когда более маленькая у тебя комьюнити, то у тебя с ним более плотный контакт. Мы все более рады. Когда, соответственно, оно разрастается, ты теряешь связь уже в какой-то мере теряешь. Ну, по этому скучаю, да. А какой-то вы сейчас онлайн на Твиче? Ну, в последнее время просел, сейчас едут тысячи полторы в среднем. Ну, так было две, было две-три. На всех внимания не хватает. На всех внимания не хватает? Наверное, нет. Да, они мне как-то самостоятельные довольно в этом плане. А, если их там… Ну, типа того, да. Молодцы. Иногда можно так разговаривать там буквально чуть ли не с каждым. Но в целом, да, они у меня такие самостоятельные, что… Особо внимания не требуют, так скажем. Но они, наверное, подросли вместе с тобой. Ну, конечно, сколько? Девять лет уже этим занимаюсь. Да. А у тебя сколько? У меня… У меня мало. У меня где-то 700, 800, 900… Не, я про лет сколько? А лет у меня… Ой, еще больше. Ну, понятно, что больше. Я спрашиваю. А, наверное, с 2009 года мы, когда первые стримы начали, начались делать… А когда изобрели стримы уже? Да. Ну, мы стримили через ТВАНС, через Flash Media Life Encoder, через U-стримы… Ну, началось все с ТВАНС. Короче, ТВАНС такая… Мои первые стримы, которые я видел, это когда, знаешь, что, когда вышла какая-то там альфа или бета StarCraft во втором. Нет, уже… Мы уже были готовы к этому. Мы начали стримить, как раз и Адольф в том числе начали стримить, через ТВАНС. Это типа торрентовская такая программа, только для видео. Ты там цикл… Те присоединялись с товарищей, они по пирингу раздавали, смотрели видеоплееры. А StarCraft ко второму уже… Уже было вот уже прям все, да. Уже карточки захвата первые появились. Уже… Уже… До второго StarCraft было WarCraft третьим, мы же стримили парик еще. Ну, вот я видел вот именно… Ну, короче, на пару лет… В моей памяти первый стрим, который я смотрел, это был вот этот Адольф на СК2 АТВ, который сайт только-только вроде появился у них. Вот это вот. Да-да-да. Что он, кстати, продал сайт, ты не знаешь? Я не знаю, но мы только что обсуждали Адольфа. Пришел зерк, сказал, что кинул такую предъяву, типа, а что ты не планируешь на 2030 год, что со стримингом будет? Я говорю, ну вот Адольф планировал, все угадал, только не вовремя. Какой толк планировать на 10 лет вперед, правильно? Ну, что за рел-стримами будущее, что пикоины – это тоже валюта будущего, что вот эти вот дневники-тираны – это… Ну, что все нужно… Идеи у него отличные, просто время не пришло еще, время не пришло. Ну… Такая мысль. Может быть, может… Ты не согласен. Я не согласен. Ну, говори как есть. И рел-стримами не согласен. И рел-стримы сейчас захватили твич. Какое захватили? Ну, они там все купаются через одно. Уже перестали купаться. Ну, возникнет что-то другое. Ну, возникнет. И так же пропадет. А игровой стременьк как дурак и останется. Что? Вот и все. И где они теперь? А, ну, все. Пул-бичис вот это вот. Пул-бичис. Пул-бичис. Не-е-е-е. Не оставят. Не знаю. О них сейчас даже никто не говорит. Никто не вспоминает про них. ХЗ. 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 Фуба ТВ, да? Ладно. Хорошо. Я не знаю, что там у Адольфа. Мне интересно, чем он будет заниматься. А ты как? Знаешь этих людей? ХЗ. Хорошо. Что ты сейчас проходишь? Во что играешь? Старварс Коттер этот ужасный замучил меня уже. Ну, я обещал его убить. Ну, ё-па-рыс, зачем так стримить? Ну, из-под палки. Ну, надо его продобить. Ну, не такой уж прям плохой. Ну, просто... Да. Да. Ё-моё. Был момент, я заснул. ХЗ. 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 Здрасте. ХЗ. 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 Ладно. Хорошо. На ГГГ ты не стримишь, насколько я понимаю. Я тебя не вижу. Там зеркало у меня висит. Но на ГГГУ нет. На ГГГУ нет. Ты чатик читаешь хотя бы на ГГГ? Ну, он у меня открыт, да? Открыт. Но там не пишут. Там сидят, знаешь, таких прям человек пять какие-то. Вот такие вот особенные, которые принципиально там сидят. Вот. Идеяный. Ну, типа наши ребята. Они следят за тобой просто. Это нормально. Дело в том, что мы просто... Твит же начинает еще запрещать размещать плееры. То есть там ты смотришь, смотришь на другой платформе. И ты такой, хопа, заглушка. Переходи на Твитч. Охренеть. Представляешь? Ну, это странно. Ну, вот. И я думаю, что делать с этим? Надо бахать, наверное. Ну, потому что все равно перетекут тогда. Как? Ты бы что сделал? На твоем месте? Естественно. Я тут, знаешь, сколько людей на свое место переставлял? О, такого наслушался. Давай, мочи. Что ты фильтранул сейчас? Подожди. Подожди. Продал бы сайт за 5 биткоинов. Ой, в смысле этих биткоинов. За 5 биткоинов? Ну, или сколько там? За сколько там продают? То есть К2? 3,35. 3,35, пишешься. Это минимально. А там еще есть выкуп сразу. Видишь, дороже уже дает. Ну и зачем? Зачем тебе эти деньги, скажешь? Ну, куда тебе столько? Это не так и много. Это не так и много. Мы вот вчера нас три обсуждали. Так. Лионель Месси ушел из Барселоны. Блин. А ты при чем? Потому что Барселона не может ему платить зарплату, которую он требует. Так вот я вот и говорю. У него уже столько денег. Да. Он столько денег заработал. Зачем ему еще больше? Он уже второй, сколько заканчивать карьеру. Почему он не может, соусловно, бесплатно там, допустим, отыграть ради фанатов там и всего прочего? Ну, выясняли, выясняли, так ни к чему и не пришли в итоге. Единственное, что я понял, что вроде как по правилам ему не могут сделать зарплату ниже определенной, а клуб не может ее платить. Сложная ситуация. Кошмарная ситуация, да. Вот у него много денег, а у меня 5 биткоинов это не много. 5 биткоинов? Да сколько, кстати? Считаю, там, типа, лямов 12, что ли. 10-12, помню. Рублей. Нет? Ну, и что бы ты с ними сделал? Ну, вот у тебя есть 15 миллионов, 20-30 миллионов рублей. Дальше что? Квартиру бы купил. У тебя нет квартиры сейчас? Своей нету, да. Ну, будет? Ну, будет, да. Вот, видишь, продал, выбрал. Все сходится. Нет, тогда все понятно, тогда все хорошо. Тогда есть план. Нет, ну, на самом деле я не знаю, но мне тоже себя поставят на твое место, потому что, ну... Не, убирать плеер твича или не убирать? А зачем тебе, подожди, зачем тебе убирать? Ну, потому что человек смотрит, смотрит трансляцию на гг в удобном чатике, ну, удобном для него чатике. Ему тут бат, заглушка. Вы не можете смотреть больше, переходите на твич. Ну, пусть переходите ему так надо. Нет, а проблема-то в чем? А у тебя-то от этого чего будет? От того, что ты его уберешь, этот плеер, возможно, размещать плеер на сайте, что тебе это даст? Ну, пользователь не будет уходить, те, которые... Так он и смотреть не будет, получая то, что он так будет смотреть другой контент. Да, ну, это не всегда так работает. Ну, большинство людей смотрит нескольких каналов. Ну, это я знаю, да. Пересечения там есть. Ну, так он бы и открыл бы просто в другой вкладке стрима на твиче. Ну, короче, я не вижу в этой ситуации смысла убирать. Да, может, ты и прав. Ты человек опытный. Хорошо. Тебя, наверное, достали старые игрушки, да? Нет. А тут только в них бы играл бы. А, то есть заказы идут скорее на новые игрушки? У меня нету так каковых заказов. Вот с Коттером так получилось просто, да. Там реги собирал в этом рейд, что у Леттенс пообещал, что наберем реги, вот будет. И в итоге у меня там сделал голосование ВКонтакте по выбору игры естественно накрутили. Да, понятно. Ну, и вот, короче, да. Демократия это всегда очень плохо. Это плохо, да. А лучшее как это? О, я помню Гитмана, который сильно горел. Ну, потому что когда ты играл, еще было СК-2ТВ, ты там стримил, я, соответственно, смотрел. Ты тогда еще и стримил на КТ, насколько я помню, пока еще ты еще не начал закручивать гайки. Ты стал взрослее, ты стал спокойней. Что-то поменялось? Ну, в целом, наверное, да, поспокойней. Ну, тут еще ограничения твича тоже свою роль сыграли. Когда приходилось себя контролировать все-таки. Ну, это свои плоды дало. То есть, ну, буду спокой... Нет, я, конечно, не могу сказать, что я стал спокойный, я перестал гореть. Нет, конечно. Это было бы уже не я. Но, в целом, наверное, меньше. Меньше, что ли? Что вы там занимаетесь вообще? Ладно, хорошо, хорошо. Я не буду задавать промокационные вопросы. Что ж... Ушла эпоха из КТВ. Ну, ты не сильно расстроился. А, да. Ну, я понятно, я понимаю. Ты не сильно расстроился, когда узнал эту новость. Какой? О том, что квартал продается. Так он мертв был для меня уже очень давно. Собственно, сколько? Я когда ушел? В каком году? В 16-м, если даже не в 15-м. Мне кажется, даже в 15-м. А причина ухода, ты помнишь эти? Ну, к этому и так неизбежно шло. Ну, и там просто такая ситуация не очень приятная получилась. С модераторами, да, или с чем-то? Не, не с модераторами, а с руководством непосредственно. Ну, я могу рассказать просто вкратце ситуацию. Ну, если это на личности не переходит, то не надо. Ну, это для меня она просто переходит. Хорошо, но на тебя решай сам. Ну, там выходил, по-моему, что ли, очередной прайм-тайм. И там они тогда перелопатили систему рейтинга. Там была старая система рейтинга, где можно было, заходя на стринг, поставить плюс или минус в нем в рейтинге. И этот пользователь мог сделать один раз. Он мог поставить либо плюс, либо дальше понять его на минус. Да. И рейтинг копился. И его как-то было приятно. Это как X-Pas, знаешь, в игре. Было приятно было поднимать, ощущать. А, и потом угол обнулили. Они его обнулили и заменили его на то, что это вот эта же система, но она была каждый стрим с нуля. И я, помню, такой, сижу и такой, типа, в шутку, помню, на стриме говорю. Типа, вот, все, просрали, сайт просрали, рейтинг, все. Ну так, типа, в шутку, в таком ключе. Они берут, урезают этот мой кусок, накладывают песню «Ехай нафуй». И там Мунзляк такой «Ехай нафуй». Я говорю, ну, ребят, вы нормальные вообще? Я в спорте уже ситуация. Сутка была. Сутка была эта. Ну, классно. Да. Ну, бывает. Ладно. В общем, там кто-то написал, что ты чат ИГГ не читаешь или что надо тебе это самое отчитать за это. Ладно. Фомбич, кстати, смеется, не сдерживается. Напоследок, что хочешь? Кому приветы? Может, какие-то мысли? Свободный микрофон. Приветы. От ТВ Пантуа куда-то пропало у вас. Пантуа. Пантуа выводила там собачек или кошек каких-то этих. Потом еще чего-то там занималась. Потом приходила там, что-то постримила. Пять раз стрим отменяла. Короче, ветреная женщина. Как была, так и осталась. Ну, вот ветреной женщине привет передам. А, вот так. А так я больше не знаю никого особо. Ну, вон Фомбич сидит. Ну, Фомбич-то он как бы наполовину Кутгеновский, наполовину Квечовский. Так что... Ну, Фомби привет, да. Куда смотреть? Наконец-то мы разобрались, куда смотреть. Привет, Фомби. Привет. Спасибо тебе большое за интервью. Много интересных тем поднимали. Да, вам спасибо. Наконец-то вы встретились, пообщались. Да, да. А, и футболочку выбирай. Пойдем. Ай-яй-яй-яй.